слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя прости нас господи и помилуй милости твоей полна земля аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе благодарим тебя за милости что продлил нашу жизнь и разум сохранил дай на желание трудиться обнаружить наши таланты дарованное тобою и для всего пошли к нам добрых помощников наставников и советников и сохрани нас от всякого рода зла и греха и сохрани нас и селения наша от пожара от воров от нечистой силы и живущих там аллилуйя слава тебя всемогущий создатель господь и бог наш евангелие от марка глава 15 немедленно по утру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и связав иисуса отвели предали пилату предали пилат спросила ты царь иудейский он же сказал в ответ ты говоришь и первосвященники обвиняли его во многом пилат же опять спросил его ты ничего не отвечаешь видишь как много против тебя обвинений но иисус и на это ничего не отвечал так что пилат дивился на всякий же праздник отпускал он им одного узника о котором просили тогда был в узах некто по имени варава со своими сообщниками которые во время мятежа сделали убийство и народ начал кричать и просить пилата о том что он всегда делал для них он сказал им в ответ хотите ли отпущу вам царя иудейского ибо знал что первосвященники предали его из зависти но первосвященники возбудили народ просить чтобы отпустил им лучше вараву пилат отвечая опять сказал им что же хотите чтобы я сделал с тем которого вы называете царем иудейским они опять закричали распни его пилат сказал им какое же зло сделал он но они еще сильнее закричали распни его тогда пилат желая сделать угодное народу отпустил им вараву а иисуса биф придал на распятие а воины отвели его внутрь двора то есть приторию и собрали весь полк и одели его багреницу и сплели терровый венец возложили на него и начали приветствовать его радуяся царь иудейский и били его по голове тростью и плевали на него и становясь на колени кланялись ему когда же насмеялись над ним сняли с него багреницу одели его в собственной одежды его и повели его чтобы распять его и заставили проходящего некоего кириньянина симона отца александра и руфова идущего с поля нести крест его и привели его на место голгофу что значит лобное место и давали ему пить вино со смирною но он не принял распявшие его делили одежды его бросай жребий кому что взять был час третий и распяли его и была надпись вины его царь иудейский с ним распяли двух разбойников одного по правой а другого по левую сторону его и сбылось слово писание их злодеем причтен проходящие злословили его кивая головами своими говоря разрушающий храм и в три дня созидающий спаси себя самого и сойди со креста подобные первосвященники с книжниками насмехая сговорили друг другу других спасал а себя не может спасти христос царь израилев пусть сойдет теперь с креста чтобы мы видели и уверуем и распятая с ним поносили его в шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого в девятом часу возопил иисус громким голосом элои элои лама савахвани что значит боже мой боже мой для чего ты меня оставил некоторые стоящих тут услышав говорили вот илию зовет а один побежал наполнил губку уксусом и наложил на трость давал ему пить говоря постойте посмотрим придет ли ли я снять его иисус же возгласил громко и спустил дух аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь в эту тьму и мрак возвести истину твою да познают тебя единого истинного бога во святой троицы хвала тебе наш спаситель великие дивные дела творит наш господь милость его бесконечна аллилуйя иисус же возгласил громко и спустил дух и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу сотник стоявший напротив его увидим что он так возгласил и спустил дух сказал истинно человек сей был сын божий были тут и женщины которые смотрели издали между ними были и мария магдалина и и мария мать и акова меньшего и оси и соломея которые тогда как он был в галилее следовали за ним и служили ему и другие многие вместе с ним пришедшие в иерусалим и как уже настал вечер потому что была пятница то есть день перед субботой пришел и осип из аримафея знаменитый член совета который сам ожидал царствие божие осмелился войти к пилату и просил тело иисусова аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе пилат удивился что он уже умер и призвав сотника спросила его давно ли умер и узнав от сотника отдал тело и осипу он купив плащаницу и сняв его обвел плащаницу и положил его во гробе который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба мария же магдалина и мария и оси его смотрели где его полагали аллилуйя боже будь милости в камне грешному создавший меня господь помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешно и помилуй и царь небесный утешитель дух истины и же везде с и и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю приди и вселиться в нас и очисти нас от всякие скверны и спаси благие души наши аллилуйя слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи помилуй слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наши владыка прости беззакония наши святы посетей с или немощи наше имени твоего ради отче наш сущий на небесах да светится имя твое да приди царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущий подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас во искушение но избавь нас от лукавого ибо твое есть царство сила и слава во веки аминь евангелие от марка 16 глава по прошествии субботы мария магдалина и мария яковлева и саламия купили ароматы чтобы идти помазать его и весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой а кто отвалит нам камень от двери гроба и взглянув видеть что камень отвален а он был весьма велик и войдя во гроб увидели юношу сидящего на правой стороне облеченного в белую одежду и ужаснулись он же говорит им не ужасайтесь иисуса ищите назаренина распятого он воскрес его нет здесь вот место где он был положен но идите скажите ученикам его и петру что он предваряет вас в галилее там его увидите как он сказал вам и выйдя побежали от гроба их объял трепет и ужас и никому ничего не сказали потому что боялись воскреснув рано в первый день недели иисус явился сперва марии магдалине из которой знал 7 бесов она пошла и возвестила бывшим с ним плащущим и рыдающим но они услышав что он жив и она видела его не поверили после сего явился в ином образе двум из них на дороге когда они шли в селение и те возвратившись возвестили впрочем но и им не поверили наконец иисус явился самим одиннадцати возлежащим на вечере и упрекал их за неверие жестокосердие что видевшим его воскресшего не поверили и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет уверовавши будут сопровождать сие знамения именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать змей если что смертоносное выпьет не повредит им возложат руки на больных и они будут здоровы и так господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную бога а они пошли и проповедовали везде при господнем содействии и подкрепление слова последующими знамениями аминь слава тебе боже наш слава тебе великую дивную повесть услышали мы свидетельство о распятии воскресенье иисуса христа господа нашего слово боже говорит горе смеющимся ныне ибо вас плащите и возрыдаете смехом ваш обратиться в плач плащ о себе и о детях ваших горе при дверях блаженны плащащие оба не утешатся и слова господа неизменно он сказал избудется предсказанное о том что верующие сына божий имеет жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем